МГИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МГИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ Некоторые программы и по электрификации, и по газоснабжению, по другим программам что-то. Бюджет у нас самый большой за этот год. В 2010 году фактическое исполнение доходной части бюджета муниципального образования составило более 80 миллионов рублей. На нужды жилищно-коммунального хозяйства было направлено 63% от общих расходов бюджета. Часть этих средств потратили на приобретение спецтехники для муниципального унитарного предприятия МГАКОМСЕРВИС, что позволило значительно улучшить содержание уличной дорожной сети. МГИНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ Войталово были организованы работы по ремонту моста через реку Войталовка. Самыми заметными для жителей МГИ стали перемены на улице Железнодорожная. Здесь появились новые широкие тротуары, предполагающие озеленение. По просьбе жителей изменена схема дорожного движения. В рамках реконструкции станции МГА администрация поселка поставила условия перед компанией российской железной дороги благоустроить поселке улицу Донецкая. Вскоре завершится строительство здания нового торгового центра с автовокзалом, удобными подъездами и парковкой. Другим крупным событием стало открытие магазина «Пятерочка». Новый магазин – это не только улучшение обслуживания населения поселка МГА, но и новые рабочие места для молодежи. Нужно отметить, что собственник магазина по договору с администрацией внес существенную лепту в благоустройство прилегающей к магазину территории. Для нашей МГИ это великое событие. Все-таки у нас больших магазинов здесь очень мало, а здесь просторно, красиво, низкие цены, и мы рады такому открытию. Я в Кировском районе вообще-то этих не видел, да и в области тогда, как и сказали. Дай Бог хорошей работы коллективу «Пятерочки». В рамках адресной программы по расселению ветхого и аварийного жилья ведется реконструкция многоквартирного жилого дома номер 8 по улице Майора Жариного. Ввод первой очереди объекта запланирован на 2011 год. В 2010 году продолжилась работа по благоустройству дворовых территорий. Построены детская площадка во дворе дома 67 на проспекте Красного Октября и спортивная площадка за домом 38Б по шоссе «Революция». По-прежнему поддерживается в хорошем состоянии хоккейная коробка на улице Железнодорожной. Продолжается газификация домов частного сектора. За 2010 год в поселке Мга газифицированы и подготовлены для врезки в систему сети газоснабжения более 60 индивидуальных жилых домов. В перспективе желтые сети газа должны протянуться в деревне Пухолова, Сологубовка, Турышкина, Петрова и Муя. Решением проблемы качества электроснабжения на территории Мгинского городского поселения занимается филиал ООЛИН ЭНЕРГО – пригородные электросети. В 2010 году в рамках инвестиционной программы компании началась реконструкция, построенная еще в 50-х годах прошлого века под станцией 720. Объем освоения капитальных вложений до 2011 года более 250 миллионов рублей. Филиал компании ЛАЭСК – Кировские городские электрические сети занимается обслуживанием распределительных сетей электроснабжения. Предприятием заменено множество воздушных линий электропередач и трансформаторной подстанции. Построен новый подземный кабельный переход под полотном железной дороги. Произведена замена участка высоковольтного кабеля для южной стороны поселка Мга. Реконструированы участки высоковольтных линий в поселке Старая Малукса. Постоянно ведется работа по улучшению наружного освещения. В прошедшем году было установлено 17 новых светильников на Комсомольском проспекте. Добавлены и обновлены светильники еще на нескольких улицах поселки Мга. В 2010 году практически во всех деревнях и поселках Мгинского городского поселения организовано уличное освещение должного уровня. Важнейшими вопросами для муниципального образования Мгинское городское поселение продолжают оставаться вопросы водоснабжения и водоотведения. Напомним, что с 2006 по 2010 год были отремонтированы старые водозаборные скважины и пробурены две новые. Переложены подающие водоводы от насосной станции второго подъема. Оборудован дополнительный третий подъем, как вынужденная мера для обеспечения необходимого напора воды для многоэтажных домов. В первом полугодии 2010 года во всех водозаборных скважинах были установлены новые насосные агрегаты. В настоящее время ведутся работы по переоборудованию насосной станции второго подъема. В комплект поставки оборудования входят насосы грунтфос с электросчетами, с щитами управления и частотными преобразователями. Новое оборудование насосное очень умное, очень хорошее, новое. Потому что наши насосы уже отработали более 15 лет. Я давно мечтал их заменить, привезти воду сюда с Невы. И тогда вообще, я думаю, забудем этот вопрос не только поселок, и ближайшие населенные пункты, деревни, садоводство. Также проведена замена значительной части оборудования водоотведения. Проложены и введены в действие два новых коллектора. На очистных сооружениях поселка Мга хлорирование воды баллонным хлором заменено на более современную обработку с помощью гипохлорида. В 2010 году на уровне районного муниципалитета при поддержке депутата Законодательного собрания Ленинградской области Никиты Олеговича Мельникова было принято решение начать разработку проектной документации для строительства водовода, который будет снабжать поселок Мга Невской водой. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на первое полугодие 2012 года. В 2010 году администрации выполнена подготовка проекта генерального плана МГИНского городского поселения. И сейчас продолжается согласование этого проекта в правительстве Ленинградской области. Готовятся новые правила землепользования и застройки поселка Мга. По генеральному плану у нас развитие МГИ в перспективе до 30-40 тысяч человек. Сейчас у нас 11,5-11,6. То есть с развитием МГИНского городского поселения это задача наша развития промышленности, сельского хозяйства для того, чтобы увеличилось число рабочих мест, чтобы к нам приезжали люди, оставались у нас, работали у нас, не уезжали в Санкт-Петербург. Вот эта задача стоит перед нами. В августе поселок МГА посетил губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков. Он осмотрел МГИНскую среднюю общеобразовательную школу и поликлинику. Результатом визита стало решение о выделении бюджетных средств для строительства новой поликлиники. В конце 2010 года администрации и муниципальном образовании Кировский район были проведены все необходимые процедуры для организации строительства. Центральным событием общественной жизни в 2010 году стало празднование 65-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. На мемориале в Новой Малуксе при участии заместителя председателя Государственной Думы Светланы Журовой прошла церемония захоронения останков в 158 воинов, найденных поисковыми отрядами. Состоялись торжественные митинги, прошли концерты художественной самодеятельности и профессиональных артистов, народные гуляния и ярмарки, бесплатные киносеансы, праздничный вечер для ветеранов и яркий фейерверк. Издание творческих сборников местных литераторов стало их творческой лептой в праздновании юбилея Великой Победы. В 2010 году в Амгинском городском поселении продолжалась активная работа по привлечению населения к физкультуре и спорту. В конце 2010 года 43 лучших спортсмены и лучшая спортивная семья получили награды Администрации муниципального образования. По плану проходили спортивные, культурные и культурно-массовые мероприятия, которые давно стали неотъемлемой частью жизни городского поселения. В 2010 году культурно-досуговым центром МГА, в 38 коллективах которого трудятся и творят более 500 участников, было проведено около 700 мероприятий. Их посетили 45 тысяч человек. Коллективы культурно-досугового центра МГА в 2010 году приняли участие в 19 фестивалях и конкурсах. На счету мгинчан более 27 различных творческих наград. Особая гордость мгинского поселения – детская художественная школа. Помимо всевозможных районных, областных и всероссийских конкурсов, ее воспитанники участвуют и в международных проектах. Франция, Белоруссия, Польша – не с честь медалей грамот, завоеванных за рубежом. В 2010 году школа отметила свой 40-летний юбилей. Значительные изменения произошли в 2010 году и в сфере информационного обеспечения поселения. К издаваемой с 2006 года газете «Мгинские вести» добавился официальный сайт «Мгали Нобл.ру». На сайте, созданном в соответствии с федеральным законодательством, каждый желающий может более подробно ознакомиться с информацией о важнейших местных событиях и ближайших планах администрации. 2011 год «Мгинское городское поселение» проведет под знаком 110-летнего юбилея поселка Мга.